Бетти Привет всем! С вами Бетти. Сегодня я решила вам рассказать мои школьные истории. Происходили они не только со мной, но и с моими одноклассниками. Однажды зимой я проспала в школу. И это несмотря на то, что мама меня разбудила. Бетти, пора вставать! И будильник долго и противно пытался меня поднять. Ну я тебя прошу, вставай, пожалуйста! Ну хватит уже, вставай! Ну пожалуйста, встань! Встань, я тебя умоляю! Но мама ушла на работу, а будильник наконец-то стих. В общем, открываю я глаза, а до начала урока всего 20 минут осталось. Без паники, думаю я. Успею. До школы всего 5 минут идти. Одной рукой чищу зубы, другой собираю волосы, на ходу одеваюсь, бегу в школу, прихожу в раздевалку и обнаруживаю, что не надела юбку. Пришлось прогулять первый урок. Родителей в школу! Учительница русского языка задала нам написать сочинение. Видимо, ей не очень-то хотелось проверять наши тетради, и она по алфавиту поднимала нас и мы читали свои сочинения вслух. А она оставила оценки. Рядом со мной сидели два одноклассника. Один написал сочинение, а второй нет. У первого фамилия была на букву Б, и его одного из первых вызвали читать. Он прочитал и получил 4. А у его друга фамилия была на букву О, поэтому он должен был читать гораздо позже. В общем, взял он сочинение своего друга и прочитал его. Мало того, что училка ничего не заметила, она за это же сочинение поставила ему 5. Представляете? 5! Как так? Конечно, чтобы не сдавать друга, они не стали выяснять, как слушала учительница. Но думаю, тому, у кого фамилия была на букву Б, было немного обидно. Ой, да меня это вообще не расстроило. В начальной школе учительница решила нам устроить поход. Сообщила всем, если будет дождь, то поход отменяем и приходим в школу учиться. А если погода солнечная, то идем в поход. Утром был дождь, все пришли в школу учиться. Один одноклассник пришел с термосом и в резиновых сапогах. Оказывается, он забыл, что если дождь, то поход отменяется. Уж лучше поход под дождем, чем таблица умножения в классе. В каждом классе есть главный весельчак, который всех смешит. У нас он тоже есть. На уроке физики они с одноклассником полурока веселились. Наконец, у учителя кончилось терпение и он спрашивает. Так, ты будешь слушать или веселиться? Веселиться, ответил юморист. В этот момент мы уже всех веселились. Молчать! Вот такие школьные истории были у меня. Если вам понравилась эта рубрика, напишите в комментариях. Я обязательно сниму вторую часть. На сегодня все. Всем пока и до встречи в Токе! Субтитры сделал DimaTorzok и до встречи в Токе!